Здравствуйте! В эфире программа «Территория безопасного детства». Цель нашей программы – это освещение одноименного проекта, сбор данных в единый центр об опасных уличных объектах и контроль их устранения. Горячая линия центра уже работает. Помимо этого, в образовательных учреждениях города Саратова и Энгельса проходят лекции по детской безопасности. Их проводят сотрудники МВД, службы спасения, психологи. Они рассказывают детям о том, как жить в городской среде безопасно. Познавательная лекция о безопасности на улице прошла в детском саду номер 79 города Саратова. Для ребят подготовительной группы ее провел психолог Евгений Щеглов. Евгений Щеглов – общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. Руководитель школы детской безопасности. На занятии психолог рассказал дошколятам, какие опасные объекты они могут встретить в городе. Стройка, канализационные люки, заброшенные здания. Теория перешла в веселую игру, как правильно обходить люки. Ведь именно в игре дети лучше всего воспринимают информацию. Очень важный факт, то что просто проговаривание подобной информации, оно не дает должного эффекта. Дети должны попробовать на упражнениях, именно в этом смысл нашей методики, прожить в каком-то роде определенные ситуации. Только после этого они могут сказать, что да, я знаю, как себя вести в данной ситуации. Отдельная тема детской безопасности – общение с незнакомцами. Как оказалось, дети искренне считают, что опасный для них человек обязательно будет в черной маске, волосатый и с пистолетом. Евгений рассказал, как на самом деле может выглядеть незнакомец, представляющий опасность. Каждый ребенок заучил слова, которые могут порой спасти его. Мы рады, что прошло у нас мероприятие в рамках проекта «Территория безопасного детства». Детям это занятие очень понравилось по безопасности, и мы хотим эту работу проводить дальше с родителями. Конечно, в рамках одной лекции не удалось охватить все аспекты детской безопасности на улице. Поэтому мы еще раз напоминаем родителям, как важно дома проговаривать с детьми правила безопасного поведения. Согласитесь, безопасность ребенка на улицах в первую очередь зависит от их родителей. Именно они должны объяснять детям правила безопасного поведения в городе. И, конечно же, каждый ребенок должен знать правила дорожного движения. А чтобы закрепить эти знания, сотрудники госавтоинспекции Саратова проводят различные мероприятия. Одно из недавних было направлено на профилактику детского травматизма на дорогах. В рамках мероприятия «Пристегнись» в одном из торговых центров города прошло официальное открытие площадки по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога детства». Организатор – госавтоинспекция Саратова. Площадка представляет собой импровизированный автогородок, оборудованный настоящими светофорами, дорожной разметкой и знаками. Сегодняшние мероприятия направлены на популяризацию правил применения детских удерживающих устройств в автомобиле, а также будут проведены множество конкурсов, будут вручены подарки. В мероприятии принял участие руководитель городской госавтоинспекции Алексей Новиков, который еще раз напомнил всем присутствующим о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах во время перевозки детей и важности использования детских удерживающих устройств. Для маленьких саратовцев и их родителей была подготовлена насыщенная концертная программа с выступлением детских коллективов нашего города. Вблизи сцены была расположена тематическая фотозона с детским автокреслом, на котором сотрудники госавтоинспекции показали, как правильно использовать детское удерживающее устройство. Гости смогли не только насладиться праздничной атмосферой мероприятия, но и поучаствовать в увлекательных играх и конкурсах на тему безопасности дорожного движения, в которых были разыграны ценные призы и памятные подарки. А всем юным участникам полицейские вручили обучающее пособие по правилам дорожного движения. И если там, где ходит в школу или гуляет ваш ребенок, вы заметили открытый люк, неогороженную стройку, торчащую из земли арматуру, звоните и сообщайте в единый центр территории безопасного детства. Работает горячая линия. А также присылайте нам видео, снятые на мобильные телефоны, опасных для детей уличных объектов. Указывайте адреса. А наша программа подошла к концу. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин